МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Откройте прокуратура. Следователи нагрянули с обыском к главе госрезерва, что искали и с чем ушли. Новое приветствие для военных и особый статус для Донбасса еще на год. В Верховной Раде сегодня принимали законодательные решения с рекордной скоростью и в большинстве случаев голосования были позитивными. О первых ключевых решениях далее в материале. С утра в Раде нардебов полный зал. Повестка расписана так плотно, что и в кулуары не выйдешь. Не затягивая с обсуждениями, приступают к первому законопроекту, меняют устав армии и полиции. Теперь никакого здравия желаю. И, товарищ генерал, только слава Украине и паны и пани. Пропонуются внести смены в статуты Збройных сил и имплементовать витание славы Украине, героям славы, как базовое витание под час проходения службы. Большинство справок, которые врахованы редакционно, они стоят как раз вопроса выключения термина «товарищ» с любых витаний, залишения выключено пан, пани. Единопорыве документ поддержали. Дальше неотложный президентский законопроект о продлении особого статуса на Донбассе еще на год. От наших защитных партнеров мы почули достаточно уверенность, что пролагация действий этого закону является важным инструментом для продолжения и увеличения консолидованного международного тиска на Кремль. Мы поддерживаем этот закон потому, что он дает шанс Украине на мир. Это надея на мир для всей страны, дипломатический шаг в решении того конфликта, который сегодня все население Украины считает главным решением для Краины. Кроме того, мы считаем, что для того, чтобы вернуть территорию людей в Краину, мы должны проводить прямые переговоры с всеми конфликтующими сторонами, не ховаться за посредством, выходить честно и официально, для того, чтобы вернуть мир в государство. Без долгих обсуждений документ тоже принимают в зале, правда, без голосов, самопомощи, батьковщины и радикалов. Двые загрозы, которые несет этот закон. Первый, как я уже сказала, амнистия, тех, кто убивал наших хлопцев, и кто катывал и катывает, продолжает катывать и порушивает все мысли законы, не только Украины, а просто людяности. А другой момент, для меня это большой крок назад. Ну, как после того, как ты признаешь статус окупованных территорий и другая страна, ты можешь этим территориям повертать специальный статус. Этот закон носит ключевую вату, как и Минские договоренности. Выборы проводятся до того момента, как кордон берется под контроль украинской стороны. Это уже ответ на вопрос. Про какие выборы может идти мова, если кордон остается кордоном для пропуска воинской техники, оружие формирования, бандформирования, наркотрафика. После военного блока в Раде должен был быть языковой час. Но и тут что-то пошло не так. Решили сначала разобраться с телеканалами. Речь о Ньюзване 112. Нардепы своим голосованиям попросили СНБО проверить их контент. Это не вопрос парламента. У нас есть нацрадия, вопрос телебачения, радиомовления. У нас есть суд. Давайте, пожалуйста, подавайте туда и рассматривайте. Но это не вопрос украинского парламента. И вообще, как вы понимаете, просто чтобы мы понимали, что такая история с ЗМИ. Он тут должен быть на всякий обережный. Это звернение. Это не заборона. Давайте простуемо міф. Это не заборона деятельности этих каналов. Это звернение Верховной Ради до уповноваженного органа, комиссии с вопросом телебачения и радиомовления, для того, чтобы они больше ретельно придивились до той информации, которая лунает в эфирах телеканалов Ньюзване 112. Парламент залучают до участия в передвиборчей кампании президента. Вот вся эта политическая вещь, начиная войска приветствия, так званые законы промоу, закрытие телеканалов, все это передвиборчая кампания действующего президента. Они пытаются врятать падающий рейтинг влади и пытаются таким чином отверстие внимание общества от тех экономических провалов, тарифов, цен, мизерных пенсий, войны на Сходе, всего этого, что действительно турбует людей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Показатель уменьшится на 10%. В сборной Португалии потери. Роналду не будет играть за команду до конца 2018 года. Причиной такого решения стало желание португальца адаптироваться в Ювентусе. Капитан сборной Португалии пропустит матчи Лиги наций с Польшей и Италией, а также товарищескую встречу с Шотландией. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.